занимаетесь банным двоеборьем всем привет осмотра боевой ботаники и это долгожданный многими выпуск про баню баня для бойца это в узком смысле баня для спортсмена для физкультурника в общем о пользе и возможно о вреде бани и сегодня у нас главный специалист по русской парилке анвар обдуваешь здравствуйте а а анвар ходишь ли ты в баню вообще да у нас потому что в клубе прям раздевалки парил и вот мне всегда интересно было что правильно сделать пропариться после тренировки или ду мы находимся в ботининских банях и сегодня в роли гуру банного дела банщик все эти ботининские бани мастер спорта сэр по боксу марафонец тренер по боксу святослав ранцев марафонец тренер по боксу святослав Восстановительной в ней нет. В чем фишка, главное, баня для восстановления? Выходят продукты распада, которые в мышцах находятся после нагрузки. Та же самая молочная кислота, она преобразуется, либо обратно преобразуется, то есть либо выходит как углекислый газ и вода из мышц. Внутреннее содержание, когда они уже без молочной кислоты, соответственно, они работают и быстрее, и выносливее. Я так понимаю, что, в первую очередь, за счет повышения температуры увеличивается кровоток, и, соответственно, за счет этого идет быстрее восстановление, регенерация. Ну, кровоток, да, кровоток усиливается и при помощи массажа тоже самое, да. Болезнь снимается, конечно, логично. Ну, то же самое массаж, здесь такой же термомассаж. Вот если массаж – это без увеличения частоты сердечных сокращений, то здесь еще идет термомассаж. Термический массаж, здесь работает сердце уже мощно, работает дыхательная система. Часто люди спрашивают, вот человек там тренируется, словом, как любитель, три раза в неделю, когда ему ходить в баню, можно ли в один день с тренировкой, до, после, или специально в день отдыха. Есть мнение, что просто сходил в баню, даже на следующий день лучше не тренироваться, а еще там денек отдохнуть. Вот как в баню встревать свои рабочие тренировочные графики? Разные направленности у людей, соответственно, какая направленность, так он должен использовать. Если у него направленность для себя – это одна, если у него спортивная – это другая. Если для себя, можно тренироваться и ходить в баню одновременно. Одновременно. Но после бани лучше не тренироваться. На следующий день после бани у вас будет вялость. Вообще-то. Поэтому не рекомендую баню за день до соревнования, но рекомендую баню за два, за три дня до соревнования. Она придает, что ли, пик формы. Она делает человека более скоростным, более чувствительным. При условии, если он правильно питается, плюс баню применяют, выйдет хорошо на пик своей формы. А сразу после тренировки можно? После тренировки можно. Можно, мало того. У тебя же и так нагрузка была серьезная. Да, да. У тебя нагрузка была на пульсе 180-160 ударов в минуту, а баня у тебя до 120 ударов в минуту. Вот как после марафонского бега ты еще продолжаешь два-три кружка легкого бега. Так что заменка называется. Не сразу ты ложишься, а постепенно сбавляешь пульс. Ложишь сюда, попу сюда. Грова сюда, для меня. Ну как, в прошлый раз. И основная задача в горизонтальном положении себе подальше, подальше, чтобы пяточки были на мягком всех. Пошел, пошел. Ложимся раз. Ложимся два. Нога на ногу три. Это просто. Так вот закрываем и расслабляем вверх. Растягиваем, расслабляем в таком положении. Две-три минутки. Он главит вертолёт. Сердечно-легочный цикл восстанавливается. Сердце восстанавливается в холодном. Дыхание. Легочный цикл восстанавливается через дыхание на воздухе. То есть сердечно-легочный цикл, кровообращение, плюс насыщение кислородом. Вот это и есть восстановление. Вот он так три минутки лежит. И мы берём пульс, восстановительный пульс. По нему мы проверяем, как он адаптирован к нагрузке. Если он нормально, хорошо адаптирован, и организм сильный, он доведёт до где-то 60-70 ударов в минуту. То есть практически полностью восстановился, как до парения. Потому что парка – это нагрузка средней мощности. Хорошо готовый организм даёт не только адаптацию, но и суперадаптацию, суперкомпенсацию. То есть он пришёл ко мне на пульсе 60 ударов в минуту, уходит на пульсе 50 ударов в минуту. Я привожу пример, как неправильно был подготовлен к бою Поветкин, наш супертяж, когда он боксировал с Кличко. Так, он боксировал с Кличко усталый. И видно, что после третьего раунда человек, он уже ноги его не держит, он не хочет боксировать. Он хотел бы боксировать как боец, но он уже не может боксировать как физиологический объект. Человек вообще, в принципе, да, это физиологическое тело. Вот сейчас мы берём пульс. Вот он полежал у нас 3-4 минуты, а то и 5, да, он должен был. Сейчас берём пульс. У него ушёл пульс глубоко, очень глубоко и практически не прощупывается. Это означает, да, это означает так, что настолько глубокая адаптация. Раз, два, три, четыре, пять. 55 ударов в минуту. К примеру, я вот практикую иногда такое, когда я не хочу долго тратить времени на разминку. Я перед тренировкой прямо минут на 10 захожу в баньку, спотею и после иду пассивно делаю эту разминку. И после тренируюсь. Есть ли в этом польза, в этом действии или это противопоказано? Вместо разминки разоминка. Да, да, да. Вопрос в начале. А какой вид спорта? Кикбокс. Кикбокс. В этом смысл есть. Да, да, да. И как вы себя чувствуете? Если я, к примеру, я для себя выбираю не сильно жаркую баню, как бы, и не очень долго сижу. Просто у меня пошел изнутри жар, я его почувствовал и выхожу. Как вы после этого чувствуете? Мне легко. Легко. Вы сами ответили на свой вопрос. Значит, и нет общих правил по количеству посещений бани в неделю, например? Совершенно верно. Можно хоть каждый день ходить, если тебе это хорошо? У меня был этап жизни, где с 97-го года по 2004 год залбокса у меня был в бане находился на Малой Посадской, да, и в течение семи лет работы после двух тренировок я каждый день шел в баню, и каждый день для меня это был просто, ну, знаете, по-русски кайф. Сам был молодой и работал вместе с учениками, и на лапах, и в парах работал, то есть и нагружался. После этого от часа до четырех часов каждый день я был в бане. В большинстве залов все-таки там, где есть баня, там, скорее всего, сауна, а не русская парная. Вот чем отличается сауна от русской бани и когда стоит использовать тот или иной вид бани? Чтобы баня была как средство добавления, что ли, добавления до тренировочного процесса, лучше использовать сауну. Просто посидеть, помлеть, соки еще пустить, там, молочную кислоту выгнать, из себя все поры выжить. А русская – это нагрузочная баня. Русская – это 60% влажность. Сауна – это от 90 до 120 градусов при влажности 5%. А русская – это не более 100 градусов, не более 100 градусов при влажности от 40 до 60%. Во влажном воздухе, как у вас, потоиспарение с поверхности тела улучшается или ухудшается потоиспарение? При повышении влажности окружающей среды ухудшается. Ухудшается. А вы как думаете? То, что… Ухудшается. Правильно. Потому что, например, да, вы повесили мокрое белье в мокрых условиях термальных, оно у вас не высохнет. Так и здесь, да? А что происходит? Потоиспарение с поверхности тела ухудшилось, а потоотделение продолжилось. Что у вас происходит? У вас происходит стекание пота. Не испарение, а стекание пота. А испарение с поверхности тела – это не что иное, как средство охлаждения. Собака высунула язык, да, охлаждение тела через язык. А здесь ухудшается испарение пота, да, и человек испытывает перегрев, перегрузку. Перегрузка в сауне, она меньше, чем перегрузка в бане. В каких случаях категорически запрещается использование бани? У нас в культурных традициях, не знаю, как повелось, там, алкоголь принимают в бане, например. В бане просто это противопоказано, я считаю. Анвар имел в виду, какие противопоказания с точки зрения здоровья. А, с точки зрения здоровья, да? Да, кому нельзя в бане. Ну, знаете, вот головные боли, например, температура повышенная. Друзья, что касается противопоказаний для бани, можно ли ходить во время болезни в бане, я предлагаю вам все-таки с этими вопросами обращаться к врачам, желательно к своим лечащим, потому что мы сейчас можем много чего говорить, но вопросы медицины и здоровья, я считаю, нужно оставлять специалистам. Кто согласен, ставьте лайк. Насчет того, что есть и пить до бани, после бани, во время бани, вот какие правила с точки зрения питья и еды? В баню на сытый желудок нельзя есть, не ходить. Через два, через три часа, вот так, когда он ляжется. После еды, да? Да, после еды. В баню, когда приходят голодным, и воду выпарят, а когда ты голодный, ты хочешь покушать. И вот эта еда, которую ты закинул в желудок, она связывает воду, и тебе пить не хочется, то есть и есть не хочется. А потом уже, когда еда начинает перевариваться за счет воды, которая принимает участие в переваривании, да, ты уже будешь пить хотеть. Поэтому в баню можно зайти голодным, а выйти не будешь ни пить, ни есть хотеть. Первая фаза, на игре вторая фаза. Ух, отражение. Здесь восстанавливаемся, потом снова холодное, и третий раз набиваем. Испанский плащ. Он набрал потенциал изнутри, он понит изнутри так, что спичку поднеси, и он начнет гореть. Я, честно говоря, раньше думал, что банная двоя Боря – это пиво и девочки, но у Славы это другой формат. Три нога на ногу, четыре, все. Простоту закрыть. Отлично, вот он простоту закрыл, вот так, перекрыл. Она сейчас настолько согрелась, что хрен простынет. Даже если я вот так буду лежать. Как вес, конечно, можно баней? Лучше вес подсушивать, подсушивать параллельно с баней, не одной баней, а параллельно с баней через еду. Нет, ну, то есть диета – это понятно. Баня же, она помогает просто убрать воду уже там непосредственно перезвешиванием, скорее всего. Соответственно, знаете… Жир-то она не топит? Топит, топит. Только она топит через день, через два. Вы сутки вот в бане попарились и сутки не поели. И посмотрите. Так если я сутки не поем, я в любом случае поход 9, независимо от бани. Ну, еще и вода уйдет. Это, наверное, не очень полезно так себя измождать. Если вам это надо, значит, вы это сделаете. Вообще вес гоняют в финской сауне, либо в русской параллельно? Лучше в финской. Я вообще не рекомендую вес гонять в бане. Ну, согнали вы 2 килограмма. После трех очень сложно будет. Кровь настолько сгущается, что через два дня она у вас не восстановилась. И вы чувствуете себя измуренным, поэтому надо постепенно вес делать, я считаю. А не последний день оставлять на бане. Как правильно чередовать нагрев и охлаждение в бане? Сколько раз? По продолжительности какие должны быть периоды? Ведь я понимаю, это вообще основа всего, правильно? Это же и есть банная двоеборья – нагрев и охлаждение. Вот расскажи, пожалуйста, про правила нагрева и охлаждения. Почему называется двоеборья? Это не два раза зайти в парилку. Можете и два зайти. Кому не хватает три, кому не хватает десять. Это тоже зависит от вашей субъективности восприятия, вот этого нагрузочного процесса, который вы испытываете в бане. Но самое главное, что первое – это нагрев в бане, второе – охлаждение. А вот если я захожу, например, в парилку, столько что пришел, там очень жарко. Я иногда просто сначала захожу в ледяной душ, в ледяный бассейн, и уже охлаживаюсь, и уже потом мне заходить кофе. Совершенно верно. То есть можно начать и с охлаждения. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы зашли, вам хочется нагреться, погрейтесь, доведите себя до пота, заставьте, ну, как говорится, пустите соки, пустите желание для охлаждения, запустите. Если желание для охлаждения запустили, охладились, и после охлаждения что хочется? Согреться. Согреться. Вот это цикл. Нагрев – охлаждение. И либо охлаждение – нагрев. А когда закончить? Да. Очень интересный. Это все индивидуально. Веник обязателен в бане, или можно прекрасно обойтись без него? Можно и без него обходиться. Термальная нагрузка и так вас заставит. Все равно будет 120 ударов в минуту. Но если вы работаете веником, будет 140 ударов в минуту. Какие, ты считаешь, главные ошибки люди совершают в бане? Вот что распространено, но делать этого не нужно? Первое, значит, в бане, опять же говорю, как храм, значит, храм здоровья, храм души. В бане не надо кричать, не надо отрицательных эмоций. Ты говоришь сейчас про некие этические права. Этические, да, да. А я имею в виду с точки зрения, вот, что-то там неправильно человек там слишком долго засидел, неправильно парится, там неправильно там еще что-то идет. Вот с точки зрения здоровья и, собственно, процедур самих банных. Ну, опять, не надо насиловать себя, сколько я давай пересижу, кого пересижу. То есть из бани спорт не нужно делать, здесь не надо ни с кем соревноваться. Ну, конечно, это спортивно-здоровительная, что ли, вот, процедура, спортивно-здоровительная процедура. Не могу не задать тревожащий лично меня вопрос. Вот если человек идет мне в общественное отделение, снимает вот такой вот люкс, часто приходит там мужчина с девушкой. Секс в бане. Опасно это или нет? Ну, они не в парилке, я имею в виду. Они не в баню, нет, они не баню выбрали, они выбрали секс. Кто выбирает тоже секс, оставьте лайк. Ну, да, да, да. Ну, можно, можно, как говорится, секс и под елкой в Сибири, там, понимаете, вот, расстелил и с девушкой. А можно в бане, кому что. Теоретическое точка зрения, что это, мол, храм, и это не место для волосы. А я имею в виду с точки зрения нагрузки на сердце, меня как человека уже немолодого... Да есть. Вы сами решите, сексом нам заниматься здесь или нет. Вы сами решите. Ну, что, вы в результате, вы и не баня, и не секс. Ну, это как прийти в кино и на последнем ряду там устроить непонятно. Ты же в кино пришел, поэтому наслаждайся искусством, так и в бане. Ну, ты же себя так считаю, но тем не менее. Просто считаешь, что каждое удовольствие свое время и свое место. Да, 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 да. Ну, люди сами должны решить, вообще-то. И это, у меня, опять же, это чисто мое личностное, то, что кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик, понимаете. Ну, здесь у нас был класс. Еще одна истина. Короче, надо заниматься сексом перед баней, потом отмыться в бане. Баню надо понимать на контрасте. Вот, чтобы ты получил благодать. Вот от бани благодать. Если вы живете в Петербурге и желаете получить от бани благодать, то я вам советую приходить в Ботенинский баню. Ссылка будет в описании этого видео. А у меня к вам вопрос. Если вы хотите, чтобы в одном из следующих выпусков Слава научил нас с Анваром работать вениками, чтобы мы превратились в парщиков-любителей, как минимум таких, то пишите в комментариях, ставьте лайки, и мы потом с ним и такую передачу. Все, еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на канал, на инстаграм. Слава, спасибо большое. Отлично нас попали. Анвар, спасибо коллеге. Спасибо. Вот так вот все примерно выглядит в Гуантаново, мне кажется. Лежит какой-то бородатый чувак в шапке, и его пытают. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Продолжение следует...